На календаре у нас с вами 12 мая, это означает что у нас новости недели в Red Dead Redemption Online, а также новости дискордов и игровых комьюнити в Red Dead Online. Подробности в этом ролике. С вами Готик и с вами Сократ. Погнали! Давайте по традиции начнем с онлайна, к сожалению я не могу вам сказать какой онлайн сейчас в Rockstar Launcher, потому что сайт не работает и в Epic Games Store я не обладал информацией как таковой, поэтому будем опираться только на Steam. По Steam это пока что 17 тысяч рублей. 17 тысяч человек, но цифры радуют. По Steam это больше чем в прошлый раз, но однако это объяснимо. На данный момент игру в Steam можно купить со скидкой. Что же такое новости дискорда и новости дискордов в игровых комьюнити? Я решил на постоянной основе, но пока что в тестовом варианте, напишите в комментариях обязательно, что вы поэтому думаете, рассказывать новости и все движухи, которые происходят в крупных дискорд сообществах. Например, Red Dead Play, Red Dead Online, Red Cat Redemption, безусловно это Готика, Stiletto Family и так далее. Если у вас есть какой-то дискорд, какой-то паблик и вы хотите рассказать, поучаствовать в записи этого ролика, пожалуйста, напишите мне в дискорде, ссылки в описании. И мы расскажем новости, которые проходят у вас. Скандалы, интриги, расследования, все, что интересно для вас. Напишите в комментариях, нужно ли вообще это делать, какой движ происходит в крупных комьюнити. Это очень важно. Вот прям с пометкой звездочка. Это очень-очень важно. Ну и переходим, соответственно, к новостям недели. А у нас разочарование недели. Вместо классного-классного обновления новых ролей или какой-то информации об этом, мы имеем до 8 июня отменена плата за создание постоянного отряда. На 30% больше денег за продажу самогона. Теперь вы можете получать 321 доллара 75 центов. На 50% больше выплаты коллекционерам к выплатам за продажу определенной коллекции Мадам Назар. А именно, наконечники стрел и птичьи яйца. Просто топ коллекции недели. Просто топ коллекции века. Прям собирать яйца и стрелы. Еще цветов сюда не хватает, если честно. Так, в каталог у нас вернули с вами до 25 мая включительно пальто Ирвин 131 долларов, шляпа Монтека 141 доллар, казацкая шляпа 147 долларов, шляпа Буттел 187 долларов. И у нас с вами 2 новых костюма за 16 слитков. Тасманец и Дунай за 15. Дунай это женский, тасманец только мужской. Вау! Классно. Скидки 50% на провизию. Можете закупиться консервами, гречкой, мукой, макароншками. Там всем чем можно, персик, груша. Готовимся к коронавирусу. Я не знаю, чем думает Рокстар. Извините меня, конечно, за эти комментарии. Но просто небольшой бомбеж. Именно с этой недели вообще ничего нет. Ну просто. Ну на 50% яблоки и гречка. Ну господи, Рокстар, ну серьезно? Я могу понять, зачем они это делают. Сейчас игра продается со скидкой. И заинтересовать этим можно новичков. Более того, сейчас все роли можно купить за 10 голды. Но! Зачем это людям, которые уже играют? То есть, где контент для хайливела? Где скидки для хайливела? Ну что это за бред? К тому же, скидка у скупщика 40% на брошюры с рецептами сильных приманок. Приманка для травоядных и приманка для хищников. Самогон за 1 доллар 12 центов. Это нам нужно для того, чтобы крафтить огненные патроны для дробовика. Консервированные бобы и горошек. Коллекция Мадам Назар на этой неделе. Это монеты 1800 года. Стоимость 100 долларов и 1000 очков опыта. Туда входит монета Бехтлера 5 долларов. Серебряная монета в 5 центов. И золотая монета в 25 центов. Вот, собственно, мы этого и ждали. Скидка бобы. Скидка на травоядные приманки. Вы знаете, что не хватает? Мне не хватает двойных выплат за сдачу рыбы мяснику. И шкур двухзвездочных оленей. Вот, по-моему, вот этого тоже не хватает. Напишите в комментарии, поставьте лайк. Если вы тоже считаете, что именно этих скидок и акций не хватает нам на следующей неделе. В прошлых своих видео я говорил, что в начале июня, возможно, будут нам показывать что-то Rockstar на закрытой презентации. В моем презентации, так как Е3 отменили, они сделают мини-презентацию чего-то. Может быть обновление для GTA Online, может быть обновление для RDR Online. Сейчас подъехали новости, что GTA 6 находится на ранней стадии разработки. Соответственно, игроки начали забрасывать Rockstar вопросами. А где, собственно, обновление? Почему нет поддержки Red Dead Online? Почему читеры творят полную дичь? Почему на данный момент никого не банят? И ответов от Rockstar нет. Так как у них коронавирусы, к сожалению, ничего не происходит. И, соответственно, в данный момент у игроков начинается бомбеж. Что делать и как быть? И неужели игру перестали вообще, в принципе, воспринимать хоть кто-то? Потому что онлайн маленький, продаж ее нет, люди неохотно ее покупают, новичков очень мало. GTA приносит гораздо больше, в разы больше денег, чем Red Dead Redemption 2. И, соответственно, поддержка. Зачем поддерживать убыточный проект? Однако, давайте не будем остудить, так сказать, ваши пылы и попки. Я объясню. Помните, когда вышла GTA 5? И именно вышла GTA Online в 2013 году до 2015 года? По сути дела, не было никакого классного обновления. Все потому, что GTA 5 вышла на консолях старого поколения. Когда вышла PS4, Rockstar начали подваливать нам уже действительно классное обновление. Подъехал Мотоклуб, подъехал Бункер, предприятие, Лестер, Ограбление, Казино, Судный день и так далее, так далее. Все тоже было сделано на новом движке с использованием новых механик. В Red Dead Redemption Online будет все то же самое, когда выйдет новая консоль. А именно в декабре. Мне кажется, что самые-самые сочные крупные обновления, прям красивые, с новыми механиками, уже, к сожалению, в следующем году. Возможно, это будет декабрь с выходом новых консолей, и сразу подкатят новые обновления. А возможно, это уже будет первый квартал следующего года. В этом году нас будет ждать нечто подобное, добавление какой-то роли типа самогонщика. Может быть, завезут недвижимость, покупка домов или еще что-то типа своего ранчо. Но никаких крупных механик. Боюсь, что какое-то глобальное ограбление поезда или, может быть, банка в общей сессии. Не отдельная просто миссия на 4 человека, а именно в общей сессии. Боюсь, нам это не светит. По крайней мере, это лично только мои предрасположения, предрассудки, мысли и так далее. Поэтому, ребята, соберите. Не надо думать, что Rockstar забили на Red Dead Online. И продолжайте заниматься, чем вы продолжаете заниматься. В ваших дискордах, в ваших любимых компаниях. Грабьте повозки, перевозите повозки. Записывайтесь и участвуйте на турнирах в Готике и так далее. Ну и наша, собственно, тестовая рубрика новостей дискордов. И первым я хотел бы начать с Red Dead Play. Дискорд начал проводить свои турниры по, собственно, образу и подобию Готики. С небольшими изменениями, что, соответственно, очень-очень здорово. Во-первых, это очень хорошо, что хоть кто-то еще начал делать какой-то движ, объединять людей. Не только с целью грабить или перевозить, но и также создавать какую-то PvP-движуху. Ввиду отсутствия какого-то интересного PvP-контента. Ребята начали делать именно турниры. Уже есть победители первых турниров, участники вторых и так далее. Пример одного из ивентов под названием «Голодные игры». Легенда ее такова. С начала 19 века тысячи американцев покидали все более густо заселенный восток США и направились на запад от Миссисипи, совершенно не освоенный регион, названным Великими равнинами. При этом жители Новой Англии устремились в богатые пустоши в лесной Орегон и выходцы из хлопковых штатов засеяли просторы Техаса. Основные задачи ивента стоят в том, чтобы быстрее всех участников добраться до городка Колтер, найти в нем тушу оленя, она была спрятана в одном из домов, и погрузить ее на свою лошадь. В этом ивенте побеждал игрок, который первым нашел эту тушу оленя и положил к себе на лошадь. И также у ребят был турнир «Поезд на Армадилла». Основная задача рейнджеров – отбить движущийся поезд у банды, защитить его на пути следования и доставить на станцию Армадилла. Здорово, классно. В любом случае я буду снимать, кстати, небольшие мини-ролики по поводу наших турниров в Готике, их предыстория, что с чем связано, основные действия, основные задачи, для того, чтобы люди, когда я говорил «Атака на Форт Мерсер», представляли, что это такое и как это выглядит. Также в Red Cat Redemption у нас следующий момент. С 9 мая у нас с вами новый шериф Инквизитор, его главное оружие – внезапность, внезапность и страх, страх и внезапность. Два его главных оружия – это страх и внезапность и безжалостная эффективность. Три его главных оружия – это страх, внезапность и безжалостная эффективность. И, соответственно, у нас с вами, господа, те, кто участвует в Red Cat Redemption Дискорде, появляется новый посланник «Страж Порядка». Также, более того, со вчерашнего дня доступна новая роль критик в Red Cat Redemption. Будет открыт новый чат предложения критиков. Там вы сможете написать краткий обзор предложения, во что поиграть и что посмотреть другим подписчикам в долгие дни ожидания для большого обновления для Red Cat Redemption онлайн. Стоимость роли составляет 1000 ката-баксов. Если вам интересны новости вот таких вот планов, что происходит в конкретных Дискордах, и вам в лом прыгать по Дискордам и смотреть, что происходит, следить за их жизнью, напишите обязательно в комментариях. В Stiletto Family проходят сходки не только в Red Dead Redemption, но и в GTA Online. Зайти вы к ним сможете через группу ВКонтакте, написав главному админу, что желаете вступить к ним и участвовать. А в Готике у нас с вами какая же у нас погода в Готике. Все здорово, турниры проводятся. Единственный момент, мне надо будет создать вам отдельный ролик про Дискорда Готики, что там представляет из себя каждая роль, для того, чтобы у вас сложилось впечатление и понимание того, что происходит там на данный момент. И нужно ли это делать? Вот опять же важный вопрос. Как пример, как демо-версию того, что происходит в каждом Дискордах, напишите, понравилось ли вам то, что вы увидели. Модный приговор этого воскресенья был перенесен на следующее. Мы взяли небольшую паузу для того, чтобы сделать один из самых больших качественных подборов одежды в Red Dead Redemption 2. Не пропустите и вы не пожалеете. Этот модный приговор будет сделан самым большим количеством участников. Это будет самый крупный модный приговор за всю историю модных приговоров в Готике. Ну а в целом, пока такие новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.